Как оформить наследство без завещания? Этот вопрос актуален для огромного числа людей. Тем более, что он усложняется и непростым моральным состоянием наследников, которые не только потеряли близкого человека, но и вынуждены сталкиваться с неизвестным ранее правовым полем для оформления наследства. Поговорим о том, каким образом можно рассчитывать на получение наследства, если наследователям не оставлено завещание. В ситуации, когда человек умер внезапно и не успел составить нотариально заверенное завещание, тогда родственники первой категории относят в основном детей умершего, может быть, сын, дочь, жена и так далее. То есть, если в данной ситуации родственники первой категории, они могут уступить право завещания второй категории. То есть, обратившись к нотариусу, они могут отказаться от наследства в пользу одного или другого члена семьи. В том случае, если не установлены родственники первой, второй категории, тогда нужно обращаться в суд для того, чтобы судебная инстанция установила порядок получения наследства. Более подробную информацию я все-таки рекомендую получить непосредственно, потому что каждая ситуация индивидуальная. И я считаю, что в данной ситуации нужно каждую индивидуальную ситуацию рассматривать в отдельном случае, поэтому рекомендую обратиться на консультацию по данному вопросу. По закону должно пройти 6 месяцев после смерти человека, тогда имеем право обращаться к нотариусу для того, чтобы принять наследство. Итак, а теперь проверим, насколько подготовлены жители столицы к такой ситуации. Знают ли они, как необходимо действовать? Допустим, человек умер внезапно, и у него есть наследство, но он не успел написать завещание. Что с этим наследством происходит в этом случае? Ну, наверное, распределяется по родственникам. По закону, ближайшие родственники – дети, родители, потом вторая волна. Ну, давно все понятно. Я думаю, что вступают в законодательство. Там идет какая-то категория, кто наследует среди ближайших родственников. Я думаю, так. Самый близкий человек должен забрать, наверное. Это не решается. Соседи, родственники знают, кто был самый близкий. Это решается через... Ну, не думаю, что через суд. Вообще такое понятие, как суд уже... Крайнее. Крайнее, да. Ну, тут я не могу сказать. Я не знаю. Ну, я думаю, что должны разобраться и наследнику передать. Да. Вы не можете знать наверняка, в какой ситуации окажетесь завтра. Поэтому важно не просто знать, но и пользоваться своими правами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!